Музыка Приветствую всех своих зрителей и гостей моего канала. Сегодня у меня простая обычная готовка без рецептов. Но покажу. Сегодня рыбный день. Сегодня, по-моему, даже четверг. Сегодня рыбный день. Так совпало. Так захотелось. Буду готовить рыбный суп с консервой, с аэром. Тут у меня две баночки разных. Одна с добавлением масла, другая просто без масла. Туда пойдет морковь, помидор, лук, чеснок. Все загружу сейчас в кастрюлю. В кастрюлю. Кастрюля стоит за спиной, уже с водой нагревается. И туда пойдут две картошины. Спрашиваю Ольгиза, с чем сварить рыбный суп? Он говорит, с рисом. Он любит именно с рисом. С бурым рисом мы едим. Я так подумала, подумала. Я думаю, нет. Я хочу сегодня дивзиру и рыбные котлеты. Думаю, так в голове даже так прокрутил. Думаю, именно вот этот вкус хочу. Значит, рыбный суп у нас будет с нашими любимыми двумя картошинами. Картошка, конечно, бывает и крупная, и мелкая. Но все равно, если мелкая, я беру три картошина. Крупная, две картошины. На кастрюлю супа из трех-четырех литров вполне достаточно. На улице выглядывает солнышко. В этом году очень хорошая погода. Днем греет, ночью дождь. Может и днем дождь быть. Прямо вот супер-пупер. Все как надо. Все перевожу вас на стол. Показываю, с чего буду делать котлеты, как суп. Короче, все-все-все покажу. Ничего такого особенного, но все равно покажу. А, кстати, вот рис дивзира. Уже рис этот промытый. Сейчас я вам вставлю так, как я его промывала, и немножко о нем вновь расскажу. Много вопросов поступило о дивзире. Какая она, что она. Покажите, расскажите. Вот, показываю. Вот в пакете дивзира. Вот такая она. Ну, пишут, говорят, что ее продают много поддельной. И окрашивают там или кирпичом, или какой-то краской. И продают дорого. Потому что она действительно очень дорогая. Вот из Питера мне прислали. Там 200 рублей килограмм. У нас я нашла 280 рублей килограмм. Но главное, что она есть. Это на тысячу процентов наша крупа. Во-первых, она вкусная. Во-вторых, она очень полезная, эта крупа. Дивзира – это сорт. Вот сейчас это сорт риса. Дивзира – это сорт риса. Вот сейчас я ее буду мыть. И посмотрите, какая вода. Вот, смотрите, я вот так промываю ее. И посмотрите, как окрашивается вода. Это шлифовка. Снимается верхняя шлифовка. Тут ее немного, этой шлифовки, но она есть. Так же, как белый рис мы моем, и там вода белая. Так же вот здесь, в красном рисе. Вот, и руки, да, вон какие, посмотрите. Но это не говорит о том, что это рис крашеный. Я потом покажу, какой должен быть результат. Промывать нужно на несколько вот. Вот уже какой рис становится. Вот. Крашеный рис. Крашеный рис после промывки становится белым. Совершенно белым. А этот будет вот такой какой-то вот он. Интарно-коричневый. Вот. Вот этот рис, кстати, куплен в магазине в Питере делаем. И тот, который я купила на рынке, он тоже самое. И вот такой рис после практически всей промывки. Вот такой. Он не белый. Он вот, 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 вот такой. Он весь в шелухе. Он весь в шелухе. Посмотрите на картинках, наберите в интернете. Рис дивзира. И вот там точно такие же картинки будут показаны. Вот единственное, вот, видите, камушки. Вот сейчас буду сидеть и колупаться, выбирая камушки. То есть рис этот произрастает практически в одном месте, в Ферганской долине Узбекистана. И делается он полностью вручную. Там не механизировано. Даже вот есть видео, как выращивают и обрабатывают такой рис. Наберите и посмотрите. И там вот эти камушки действительно вот, ну, это как вот в ранешние времена, ручной труд. Мусор, так же, как у нас в муке был, в разной крупе с камушками. И вот здесь точно так же постоянно есть какие-то камушки. Вот так что, смотрите, покупайте, мойте. Вот такой должен быть рис. Уже готовый, промытый. Он разбухнет в шесть раз. Он будет намного крупнее, чем обычный наш даже длинненький рис, который самый-самый. Этот будет в два раза больше. Вот такой вот тут будет. Прямо сильно разбухает. Все, а теперь точно перевожу вас на стол. Вода для супа закипела. Опускаю морковь. Это с моей заморозки. Помидорчики. Тут ингредиенты могут быть самые различные. Лук. Ничего я не обжариваю. Картошка порезана. Опускаем. Сразу же опускаем мы рыбу. Солим по вкусу. Солим по вкусу. Все. И будет вариться. Доведем до кипения. И будет вариться на медленном огне до готовности картошки. Все. И супчик наш будет готов. Вкусный, прелестный супчик. Суп у нас варится. И сейчас я заброшу вариться. Дивзеру. Рис Дивзеру. Будут вариться мультиварки. Просто не хочу стоять возле плиты. Уже привыкла к мультиварке. Если она у меня есть, значит я ею пользуюсь. Если у вас нет, готовьте на плите. То есть засыпаю. Сейчас. Вот сюда поставлю. Засыпаю рис. И заливаю водой. Так вот. Вот засыпаю вот так. Ой, заливаю вот так, чтобы слегка покрыл рис. Ну где-то на сантиметр, наверное. Сейчас я уже не измеряю в два, в три раза. Потому что мультиварка готовит шикарно на малом количестве воды. И ставлю на режим крупа на 35 минут. А. И немножко еще посолю, конечно, крупу. Рис приготовился. И сразу вам показываю. Вот посмотрите, как он сильно разбухает. Если вам видно. Вот какой он был и какой стал. Рис прямо вот. Шикарный. Вот просто шикарный рис. Кричущая пара идет, конечно. Плохо видно. Ну вот. Вкусный, полезный рис. Так, теперь давайте разберемся с рыбными котлетами. Здесь у меня минтай. Три минтайки. Вот в холодильнике давно уже таскаются. Я почти не размораживая в мерзлом виде, взяла на стругало филе. Вот как смогла. Как струганину. Вот так на стругало. Посмотрела очень мало. Добавлю-ка я в эти котлеты капуста немножко. Репчатый лук и чесночок. Вот все вместе. Яйцо добавлять не буду. Посолю, поперчу и буду так жарить. Все. Ничего я добавлять больше сюда не буду. Ни муку никакую, ни крахмалы, ни манки. Ничего. Вот три этих ингредиента. Все. Можете яйцо положить. Можете геркулес. Можете любую какую-то муку, например, использовать из наших сортов. Из любимых. Я ничего не буду. Вот будет именно вот так. И все. Но перемелю я мелко в блендере. Так. Перемолола я все, что вам сказала. Увидела, что фарш получился суховатый. Вообще не сочный. Я думала, в капусте будет вода. Даже придется отжимать. Но нифига. Он рассыпется, такой фарш. Значит, положим сюда яйцо. Размешаем. Добавим соли. Перчик вкусненький. Так. И сюда я добавлю гороховую муку. У меня есть гороховая мука. Вам можно добавить любую муку. Любую. Ничего страшного в этом мире. Просто лежит у меня пакетик. Значит, надо использовать. Много ли там, мало ли. Высыпем все. Здесь где-то будет 2 столовых ложки. Вот. Теперь я вижу, что фарш хороший. Мягкий, липкий. Как будто бы из мяса. Все. Теперь немножко смачиваем рубки водой. Можно не смачивать. И формируем котлетки. Кругленькие. Как в давние советские времена. Сначала хотела поджарить. Потом что-то подумала. Не хочу жарить. Стоять опять над плитой. Опять же ведь. Это же из-за лени все. Вы знаете, как я жарю, да? Жарю, потом тушу в водичке. И все нормально получается. Вот такие котлеточки у нас с вами получились. То есть полуфабриката котлеты. Все. Ставим в духовку. Ну, минут на 25-30. Посмотрим, сколько будет запекаться. Я никогда не знаю. Я просто смотрю. Вот. Показываю супец, когда мы уже по тарелке съели. Забыла совсем, ребятки, снять. Я сам, когда уже был готов. Вот такой красивый, наваристый получился суп. Очень вкусный. Мужички мои оценили. А вот такие наши котлетки-биточки получились. Можно подумать, что с ними ничего и не произошло, да? Как лежали, как я их положила, чуть-чуть сдулись. Держала я их в духовке 35 минут при 200 градусах. Вот. Ну, вижу, что все готово. Но сейчас мы их попробуем. Сейчас попробуем. Переложу на тарелку и попробуем. Ой, сколько же я работы делаю ненужной. Все, снимала котлеты, проговаривала, рассказывала. Пошла выключать камеру. Смотрю, она у меня выключена. Вот если бы был у меня оператор, такого бы никогда не случилось. А я сколько раз приходится мне переснимать, переговорить. И сколько у меня видео уходит впустую, которое я уже сняла, сготовила, сделала. А я не записала. Много сюжетов не записала. Когда начинаю монтировать, этого, этого нет. Все на выброс. Прямо вот злюсь сама. Ну, сейчас еще раз проговорю. Слава Богу, что я это увидела сразу. Если вы не уверены в своей бумаге, пожалуйста, делайте на листе. Смазывайте лист. Или просто жарьте на сковороде. Вот если, вот я уверена в своей бумаге, и то они мне немножко вот так вот вот прижариваются. Рыбные котлетки, они очень нежные. Снимать котлетки нужно всегда холодными, когда уже остынет. Они у меня уже полностью остыли. И потом только я сняла, лопаточкой поддевала и снимала. И вот так. Я ведь все это при вас делала. Я на камеру это показывала и рассказывала. Ну, ну, как всегда, как часто бывает. Сейчас я просто попробую котлетки. Рис мне знаком, суп тем более. А вот котлетки хочется попробовать. Не пойду ни за какой тарелочкой, за вилочкой. Я вот так, ребята, вот так. Вот так вот просто. Беру по-крестьянски. Потому что они плотненькие, хорошие. Не нужно там их как-то. Котлеты, кстати, рыбные получаются. Всегда разные. Разная рыба, разный способ приготовления. И всегда разный вкус. Поэтому вот этот мне вкус не знаком. Я, по-моему, с капустой никогда не делала. Добавила для того, чтобы рыбы мало. Но гороховую муку я иногда добавляю. М-м-м, вкуснятина. Очень вкусно. Нет, они не горячие. Просто боюсь, что куда-нибудь что-нибудь пойдет. Они холодные уже. Они нежные, вкусные. Капуста не чувствуется совсем странно. А рыбы хорошо чувствуются. М-м-м. М-м-м. Очень вкусно. Сил, не задумываюсь. Вкуснота. Обалденно. Обалденно. Необычный вкус такой. Нежный. Все. Спасибо, что были в очередной раз со мной. Посмотрели, послушали меня. Сделаю на основе этого, вот как раз, приготовленных трех видов, трех блюд, сделаю меню. И завтра посмотрите. Все. Всем пока-пока. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok